Добрый вечер, меня зовут Максим Путинцев, а на стенде сегодня Илья Секерин, начальник региональной диспетчерской службы Уральской базы авиационной охраны лесов. Илья, добрый вечер. Добрый вечер. Прежде всего, ответьте на вопрос, итоги летнего сезона уже постепенно можно подводить? Август холоднее становится, дождики начинаются, ну и, соответственно, видимо, больших пожаров больше не предвидится. Ну, дай-то бог, нам бы тоже этого хотелось, но, судя по прогнозу, да, скоро у нас ожидается похолодание по области с небольшим количеством осадков. Пожаров станет меньше. У нас всего ежегодно два пика лесных пожаров возникает. Это у нас весна, апрель, май месяц и июнь, август. Ну, ничего себе, первое-то понятно, да, там второй пик с июня по август, то есть три месяца... Опять же, с первым пиком все понятно. Там снег только что сошел, почва сухая, загорелась, все понятно. Ну, не совсем так. Снег сошел, почва еще сырая, сухая трава и подстилка. А, вот оно и стало гореть. Оно стало гореть, оно горит очень быстро, очень скоро это все происходит, но это с одной стороны. С другой стороны, так как у нас почва еще не просохла, она сырая, тушить все это достаточно легко. То есть быстро загорается, так же быстро обычно должно тушиться. А вот этот второй растянутый пик, это с чем связано? Это уже климатические условия непосредственно. Это уже лето, у нас наступает лето, у нас просыхает подстилка, подсыхает почва, и пожар уже становится более такой стабильный. Он проникает туда внутрь в корешки, в подстилку, там где есть торф, он залазит в торф и начинает гореть очень устойчиво. И тушить тоже сложнее получается за счет этого. Вроде бы ты сверху как-то с огнем уже даже поборолся, а он куда-то там прячется. Да, он залез, его надо там иногда ковырять в прямом смысле этого слова. Прям вот разбираться, что там происходит. Выводить на чистую воду, на поверхность. Выводить на чистую воду. То есть, если весной мы взяли, попшикали, попшикали, все прошло, то тут без использования почвообрабатывающих орудий, бульдозеров, иногда тяжелой техники, невозможно. Вот был пример у нас на Яте, мы тушили в этом году, тогда же пришлось поднимать уровень грунтовых вод. То есть, мы брали специальные, у нас есть насосные станции, мы их подводили к водоему, растягивали магистраль, и просто поднимали уровень вод, чтобы подтопить пожар, иначе его просто было невозможно. Ну, прям фантастические инженерные решения, индивидуальные. Ну, индивидуальные, да, насчет фантастические, это... Ну, пока что у нас так получается делать. Не знаю, каждый ли раз, но есть такое ощущение у меня, каждый раз кажется, что вот в этом году горим как никогда, и что лесных пожаров становится больше. Я не про Свердловскую область сейчас говорю, может быть, про ситуацию в России в целом, прежде всего, там, в Урало-Сибирском регионе, и начинаем гореть раньше, чем обычно, и горим сильнее, и дым идет на города, и так далее. Все-таки вашими наблюдениями, вашими замерами и цифрами это подтверждается? Действительно, год от года ситуация становится сложнее? Или нет? Если мы будем говорить про этот год, то в этом году у нас лесопожарный сезон начался на две недели раньше. Это факт. Вот. О чем, собственно, я говорю? На две недели раньше, чем среднемноголетние данные. Это да. Но, с другой стороны, если говорить про Свердловскую область, то среднемноголетние данные по пожарам где-то 600 пожаров в год. Мы сейчас подбираемся только к 500. Ну, еще август впереди. Ну, еще август-сентябрь впереди. Сентябрь еще какой будет, непонятно. Ну, как бы на уровне среднемноголетних показатель будет. Ну, то есть ничего особенного не происходит? Ничего особенного не происходит. Говорит о том, что плох, глобальное потепление, климат изменился, становится жарче, соответственно, становится опаснее с точки зрения пожаров. За климат я сказать не могу, я не климатолог. Но с точки зрения пожаров мы держимся пока что более-менее в норме. Пользуясь случаем, не могу не спросить, в июле дым в Екатеринбург все-таки откуда принесло? Потому что две версии было. Первая, что это из Денежкиного камня на севере Свердловской области. Вторая версия была, что это из Ханты-Мансийского автономного округа, который тоже на севере, но все-таки немножечко не там находится. И масштабы горения тоже несколько разные. Ну, вот все правильно вы сказали. Если учесть, что Екатеринбург находится у нас на юге области, а Денежкин камень и Ихмау это на севере, то чей там дым пришел до Екатеринбурга, тут надо быть экспертом области дыма. И тот, и другой. Что касается пожара в Денежкином камне, для сравнения, площадь его 160 гектаров была на тот момент. Для сравнения, в 5 километрах от Денежкиного камня, у нас сгорел пожар в Североуральском районе, площадь того пожара составила 250 гектар. То есть разница... Больше почти, ну не в два раза. Больше почти в два раза. Если мы возьмем еще югельские пожары, это Атымский, там Пилымский, то там площадь 400 и 600. То есть Денежкин камень просто физически не так дымил, как это делали. Но сейчас там ситуация взята под контроль, стабилизирована? Да, там прошли осадки, там людей очень много. Пожар не распространяется. Ну, так как я говорил, что он туда заглубился и в подстилке он там шает. Плюс там еще осложняется, что там очень крутой склон. Он там сидит в камушках, в корнях, потихоньку шает, его там расколупывают, подзаливают. И в целом он уже ничего не представляет из себя там опасного. Но тем не менее он живой. Ну, поэтому в Североурге воздух, видимо, стал более прозрачным, я подозреваю. Ну, это не только из-за Денежкиного камня. То есть большинство крупных пожаров мы ликвидировали, и дыма стало, соответственно, меньше. Плюс еще прошли осадки, и они этот дым просто прибили. Я припоминаю, что у нас тревожное лето было в плане лесных пожаров ровно 10 лет назад, в 2010 году. И тогда тоже на Севере очень серьезно у нас горело. И даже целый населенный пункт мы потеряли, поселок Вижай. В этом году, ну, судя по сводке новостей, ничего подобного не происходило. О чем это говорит? Это вы работаете более эффективно, это все-таки пожары не настолько интенсивные. В общем, населенным пунктам пока вроде бы ничего не угрожает. Ну, сейчас стали очень пристально смотреть за населенными пунктами, во-первых. Сделаны выводы из той ситуации. Выводы сделаны. И если у нас есть угроза населенному пункту, мы просто снимаем все силы и ликвидируем угрозу населенному пункту. Это одно. А второе, ну, повезло. Не принижая ваши заслуги, важно все-таки понимать, что от природы очень многое зависит. Очень многое зависит. В тушении лесных пожаров. Да, и 10-й год все-таки был он более серьезный. У нас по 10-му году было больше 1200 пожаров. Ух, ничего себе. Это в два раза больше среднего значения. Да, и практически в три раза больше, чем нынче. Давайте разберемся вот с чем. Как ведется мониторинг за возгораниями, за лесными пожарами? И вообще, каков алгоритм действий ваших и, может быть, каких-то служб, с которыми вы взаимодействуете, если где-то очаг обнаружен? Ну, вообще, наше предприятие, оно входит в структуру РСЧС. Что касается мониторинга, основных видов мониторинга у нас два. По области это наземный и авиационный. Авиационный мониторинг заключается в том, что у нас есть маршруты патрулирования, у нас есть летчики-наблюдатели, и в зависимости от погодных условий, они садятся на самолет, либо вертолет, и облетают эти территории. Летчик-наблюдатель — это специалист высокого класса, то есть он сразу же видит, что это именно пожар, определяет его площадь, делает необходимый расчет сил и средств и примерно пути подъезда. То есть он фактически наводит наземные службы на пожары и определяет, в принципе, какой пожар наиболее важный и с чего надо начинать. Делает такую важную предварительную работу. Да, ну это разведка воздушная. Второй мониторинг — это у нас наземный. Мы патрулируем совместно с лесничеством по маршрутам на автомобилях и смотрим, горит, не горит. Но в этот вид мониторинга мы с 2016 года усилили системы видеомониторинга, то есть это тоже разновидность мониторинга. Видеокамеры расставляются? Видеокамеры, да. У нас… Прямо на деревья крепите? Ну не совсем. И как-то все выглядит несколько иначе. Несколько иначе. Мы все-таки в 21 веке живем, и в этом нам помогают операторы сотовой связи. На вышках. На вышках, да. То есть у нас есть система вышек, которым грех не воспользоваться. К тому же каналы связи подведены к этим вышкам. Мы просто развешиваем свои сетевые камеры. На нужных нам точках операторы связи предоставляют нам место на вышках и каналы связи. И вот эти IP-камеры у нас все сводятся в единую систему, на один сервер. И уже с этого сервера раздается, допустим, вот у меня Сесерский район. Я Сесерскому району выдаю свои камеры. Они смотрят за своим районом. Здесь, допустим, Екатеринбург. Смотрим за Екатеринбургом. А в региональной диспетчерской службе есть вот этот полный комплекс. Мы смотрим за всей областью. Ну и, соответственно, чем раньше выявление, тем эффективнее можно успеть быстрее среагировать. Да, это вообще первое правило тушения лесного пожара, это как можно раньше его найти. Причина лесных пожаров в чем? Люди? 95% да. Но вот особенность этого года заключается в том, что у нас как раз вот эти июльские пожары больше половины произошло отгроз. То есть мы столкнулись именно с природными лесными пожарами. И особенность этих пожаров заключается в том, что если мы говорим про людей, то человек как-то попал в лес. Значит, есть дороги. Значит, туда можно подъехать и потушить этот лес. Логично. Или хотя бы подойти. Или подойти хотя бы. Гроза, она... Где угодно может произойти. Где угодно. И причем, если мы говорим про север нашей области, а в основном там эти пожары были, то она бьет, как назло, там, где ни дорог нету, ни других транспортов. Хорошо. Выяснили, увидели, что где-то горит, там, не знаю, с воздуха самолет и вертолет, или при помощи видеокамер. Что происходит после этого? И каким образом происходит тушение? Важный вопрос. Все смотрят телевизор, видят, там, летит самолет, бросает воду, после этого, там, какой-то сизый дым поднимается и так далее. Но у меня ощущение такое, что пожары все-таки тушатся несколько иначе. Летчик-наблюдатель, либо другой сигнал, либо вообще, что касается выявления именно пожаров, по нашей области, больше половины пожаров мы узнаем от местного населения. А, вот еще важный источник. Очень важный источник информации, это местное население. То есть тут, как бы, глубокий поклон всем людям, которые неравнодушны. Они звонят, сообщают, больше половины пожаров мы находим по сообщениям. Дальше, как только мы понимаем, что это, на самом деле, лесной пожар, в зависимости от того, на чьей этой территории находится, мы туда выдвигаем группу. С ближайшей лесопожарной станции они туда приезжают и уже предварительную информацию-то мы знаем. И там уже, в зависимости от того, нужно там бульдозер, нужен ли трактор с плугом, начинают тушить. Есть у нас еще и территории, которые отдалены от дорог, куда невозможно проехать. Там у нас есть авиационная служба, у нас есть пять авиаотделений в отдаленных населенных пунктах. И вот туда-то вы воду и сбрасываете с самолетов. Воду мы не сбрасываем с самолетов. Мы-то думали. Вы сбрасываете людей с самолетов. Мы сбрасываем людей с самолетов. И они уже на земле разбираются. Да, у нас есть парашютисты, есть десантники. Парашютистов мы и сбрасываем с самолета на парашютах, а людей с вертолетов на спусковых устройствах. И там они уже в рукопашном начинают этот пожар тушить. Кстати, про мониторинг еще хотел спросить, используются ли данные космической разведки. Все-таки 21 век, спутники, интернет и так далее. И беспилотники. Сейчас кажется, беспилотники это вообще наше все в самых разных отраслях. И в мониторинге пожаров тоже. Мы космический мониторинг используем. У нас есть система SDM, Рослисхоз. Там, наверное, только крупное возгорание можно увидеть. Да, но эта система эволюционировала, и сейчас она работает довольно точно. Ну, опять же, там есть два минуса. Первый минус это то, что нужно хорошо разгорелаться, чтобы спутник это отследил. Это там вот 5 гектар это минимум, то есть 5 гектар уже должно полыхать, а еще лучше 20. Тогда он точно это увидит. А второй минус это то, что спутники и оборудование, оно иностранного производства. Вот эти сигнал со спутников поступает на их сервера. Потом с наших серверов поступает к нам в Пушкиново авиалисоохрану федеральную. Там обрабатывается с помощью определенных алгоритмов и попадает к нам сюда. Понятно, а это время? Это время, это 3-4 часа. То есть 20 гектар должно загореться. Понятно. В общем, как ни крути, местные жители, самолет, видеокамеры это эффективнее. А видеокамера, самолет и местные жители это эффективнее. Чего в вашей службе не хватает больше всего? Вот что бы вы хотели получить в свое распоряжение для пущей эффективности работы, естественно, будь у вас такая возможность? Нам не хватает людей. Все-таки кадры? Все-таки кадры, да. Кадры, да. Потому что зарплата лесного пожарного не так высока. Люди там работают, ну, половину на энтузиазме точно, а вторая половина некуда деваться. Вот. Если сейчас государство встало к нам в лицо, и мы получили очень много техники за этот год, в том числе тяжелой техники. То есть техники нам хватает, а вот людей, чтобы ее обслужить и работать на ней. Ну, вот самая проблема, это да, это люди. Ну что ж, хочу вам пожелать в таком случае, чтобы в обозримой перспективе, а лучше в ближайшем будущем, эта проблема была решена. Причем решена ровно так, как вы говорите. Людей стало больше, они были более высокой квалификацией и с хорошей зарплатой. Ну и надеюсь, что все будет у нас хорошо в плане лесных пожаров. Мне остается напомнить, что на стенде был Илья Секерин, начальник региональной диспетчерской службы Уральской базы авиационной охраны лесов. До свидания и удачи. Продолжение следует...